Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня ребята, которые очень долго не появлялись на канале. Сегодня есть Ферзер Изор, который впервые вообще на моем канале. С чего же еще можно начать? Костя, которого очень долго не было на канале. Макс, который тоже давно не заходил. Никита, которого давно не было. Но этого хуя вы знаете. И даже Рома Роя со сломанным пальцем мы тоже захватили с собой на поле. Скорее всего, это недельки на три. Через три недели я сюда прихожу. Первым делом мне хочется сказать огромное спасибо за вашу активность и за вашу поддержку. Более 20 тысяч комментариев про футбольный клуб. Я столько там всего прочитал. И кого брать, и кого куда ставить, и как играть. И неожиданно для себя понял, что у 20 тысяч человек может быть разное мнение. Поэтому, чтобы все было правильно, я думаю, что решать должно большинство. А значит, мы будем проводить голосование в группе ВКонтакте и в моем Инстаграме. Ссылки находятся в описании, и уже в ближайшее время, вот после выхода этого ролика, мы с вами будем решать, какого цвета форма у нас будет. Кто из игроков 100% попадает в состав. И с кем будет первый товарищеский матч. Потому что, я думаю, что апогеем этой рубрики должна быть игра с подписчиками. Ну и, конечно, если вам нравится такой формат, и вы хотите видеть выпуски про футбольный клуб чаще, то 85 тысяч лайков, и я сразу же моментально приступаю к съемкам новой серии. Мы, короче, продолжаем тренироваться, продолжаем готовиться, и вам решать, в общем, кого из ребят приглашать, кто будет в команде, все дела. А мы переходим к первому заданию. Футбольный клуб! Сегодня для ребят я подготовил тренировку на командные взаимодействия. Для этого нам пришлось скинуться и разделиться на пары. И парой номер один стал Форзер Зор и Рома Рой. Упражнение, с которым мы начали, выглядит так. Два атакующих разыгрывают мяч с забеганием и выходят на одного защитника и на одного вратаря. Задача атакующих, разумеется, забить любой ценой, а задача защитника и вратаря сделать так, чтобы гола не было. Ну мы типа с этого начнем, а там посмотрим. Мы столько всего понапридумывали, но в итоге сами себя, короче, на этом и захоронили. Первая пара смогла распечатать Дженни на ворота. Они забили один гол. Естественно, на команду было не по две попытки, а по шесть, но я стараюсь показать вам самый сон. Далее, черед пары номер два. Герман и Финито. Ё-моё, это заготовочка была. Сейчас, не согласись, они будут стартить теперь. Завершение? Завершение? Тринадцать. Блядь. Сиксканову уже два забрали. Уже одиннадцать. Вот он, вот он. Летит. Не, вот так и хотел. Я так и хотел. Нам нужно специально это делать, он хочет слиться с этой командой. Наша команда также единожды смогла распечатать Дженни на ворота и дали очеред команды номер три. Это Гуд Макс и Ставр. Поехали. Апалясь и право. Апалясь и право. Это левый защитник любительской лиги вообще-то. Пусть аккуратно. Вы такие мрази. Они сейчас сделали то, что мы пытались сделать же. Вы сволочи, вы сделали то же, что мы хотели сделать. Нет, разница в том, что они сделали, братан. И несмотря на то, что решать непосредственно вам в комментариях, давайте я поделюсь своим мнением. В этом упражнении был очень неплох финн. При том, что не на роль нападающего, а на роли центрального защитника. Просто посмотрите на бой, который он совершал раз за разом. Блядь, какая же он собака, а? Каждый из ребят хотя бы по разу сказал вот такую фразу. Опять он, уберите его кто-нибудь. Есть четкое понимание того, что позиция центрального защитника должна оставаться за Никитой. Ну и, наверное, пару вещей, на которые я тоже сделал бы акцент. Это то, как бежит Форзер Зор. Несмотря на высокий рост, он очень быстро бегает. Это может стать его плюсом, если он будет играть на фланге. Ну и Рома Рой, который достаточно хладнокровно может разбираться с ортарями. Да, он не любит очень быстро бежать. Ему больше нравится игра на столпа. Но, повторюсь, он достаточно техничный, чтобы сыграть на позиции нападающего. Страфные удары. А сложность заключалась в том, что мы также играли по командам. То есть, одна команда, два человека стоят у мяча, все остальные в стенке. И на каждую команду было три удара. Нужно было парить, договориться, кто будет бить. Будут ли они разыгрывать. Что вообще надо делать с мячом. Давай, слышишь, давай обводящий, короче, попробуй, типа, в нижний угол. Но я опять же буду стоять перед мячом просто. Вот, кстати, это была, наверное, самая блинчка из всех пока. Нет, ты меня скатишься, я тебя торможу, где ты бьешься. Классная идея, но реализация хромает. Так, сегодня что-то какая-то всеобщая дискондиция. Все разучились бить штрафные и вообще что-то разыгрывать. Таким образом, тренировка подошла к концу. И хочется отдельно кинуть респект всем ребятам. Потому что каждый из них очень старался. И каждый съедил желание получить приглашение в команду. Ссылочки на всех ребят есть в описании под видео. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ну и куда без него? Человек, о котором вы постоянно пишете и который только вчера вернулся из отпуска. Мне нужен бонус. Если я забиваю гол, то сразу же 20 тысяч человек подписываются на твой канал. А как это сделает президент? А как это ты сделаешь? Собьешь гол. По-моему, что-то, что-то невыполнимо. Конечно, давай. В каждом выпуске, как вот, допустим, у ютуберов там есть лучшие комменты. Они там в конце выкладывают лучшие предложения президента для клуба, которые в следующем выпуске будут выполняться. Что вы увидите в следующем выпуске? И с риском задание под этим, там, в прошлом. Я надеюсь, что есть такой момент, что президент меня возьмет только ради того, чтобы как габлу взяли в сборную России. Для поддержания от Москвы. А ты для того, чтобы было напуканно в раздевалке. Да, я это сделать могу. Яйца, чипсы и газировка. Все. Вот такая вот серия получилась, друзья. И я напоминаю вам, что если вы хотите видеть продолжение, то 85 тысяч лайков, и мы продолжаем, делаем новую серию, в общем, развиваем команду. И обязательно не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и на мой Инстаграм, потому что именно в этих двух соцсетях будут все голосования. Потому что на данный момент из тех, с кем точно определились по позиции, я думаю, состав должен выглядеть вот так. Но в любом случае решать вам в комментариях. Нажимайте на дурацкий колокол, чтобы новые видосы у вас сразу оповещение приходило. Все, друзья, с вами был Германия Классика. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok